Вот начинаем мы ремонт бочины, анонс был уже у нас, будем работать клеем, конечно же, вот в этих частях. Ну а я попытаюсь через вот этот заход в крылья, вот я тут уже поднес вот эту часть, и куда-то вот сюда, куда достану, поработать здесь. Ну а остальное будет работать со клеем, посмотрим как это получаться. Ну что же, вот первые результаты, пытаюсь сделать потише. Чтобы получилось снять, потому что засвечивает. Вот и всё, ямы были, ям не стало. Вот до сюда, собственно, крючок работает хорошо этот. Вот здесь вот не получилось, и здесь не получилось подлезть. Здесь я возьму другой крючок с большим вот вылетом, и вот это вот ковырну. То есть сюда он не ходит. Сюда вот он как бы достает, но неудобно. Не тот как бы, немножко не тот крючок. Но у меня крючков хватает, поэтому я просто возьму другой. А вот это я, вот за вот этот крючочек. Вот за вот этот. Хотя, в общем-то, вот казалось, сюда достает, но чуть-чуть не так. Я не стал стараться. Зато вот это вот всё, вот отсюда и досюда, очень даже хорошо достает. Вот так, вот такие вот пока новости. Вот это место было сделано. Вот. Вот этим крючком не получилось. Не вот этим по коробке. А получилось вот этим. Вот. И причём без осадки. Вот. Вот так. Всё. И окончанием вот этим вот аккуратно надавил. И всё вышло. То есть при желании можно работать. Вот мы видим, как угодно ему угодно. Ну вот здесь у нас ещё и есть место некрасивое. Вот. Его надо чуть подразбить. И чуть поправить. Но опять же, вот, вот это вот, вот почему-то. Что-то тут, тут усилитель, кстати. Вот он идёт. Вот он виден. И он как раз вот здесь вот приварен. Вот так и немножко повело кузов. И тут если присмотреться внимательно. Вот эти все вещи, это всё завод. Ну, как бы этого не видно. Чуть забить можно всё. Но особо стараться тут не видно. На этом изломе ничего практически. Павить, да. Но выёживаться смысла я не вижу. Ну, что же. Вот тут уже неудобно работать. Опять же, размечаемся мелко. К примеру, там ставим меточку. Вот. Или так, или так, или точечку. Ставим и... Вот. Клеимся и дёргаем. Но, но. Я для себя немножко себя начать тренировать. То есть, я беру, ставлю так и потихонечку-потихонечку отрываю, чтобы не перетягивать. Вот. Сейчас покажу, к чему. То есть, я пытаюсь учиться работать, ну, скажем, более аккуратно, более мягко. Вот. Чтобы не перетягивать. Вот. А для этого, естественно, я вот какой люфт у меня у пистолета получаю. В смысле, не у пистолета, а у мини-лифтера. И опять же, если вот он идёт, я его нянчу. И он идёт. Я его, так сказать, тяну. А если чувство уперлось рогом, и сейчас натянется тут, будет бугоровый. Я беру, мажу спиртиком, вот, и бросаю это дело, то есть, не перетягиваю. Вот. Хочу научиться работать аккуратно и, как бы, без лишних забиваний. Конечно, пробойник ещё никто не нанял, но делать глупую, ненужную работу тоже никому не надо. Вот, смотрим. Вот. Шишечку всё-таки я натянул. Небольшую. Ну, вот. А здесь, вот оно, это место. Вот, здесь ещё ямочка видна. Вот. Как бы, это, конечно, мелочь, можно и бросить, но интересно понянчить её. Вот. Отсюда, к сожалению, отсюда у нас ничего такого нету. А сверлить вот этой маленькой вмятинке здесь дырусю можно, конечно. Ну, ничего тут такого, какого-то огромного дефекта от этого не будет. Вот. Его ещё найти, вот это дело, это мы в лампе видим. Так. И по лечениям. Вот. Сейчас у нас, получается, 4,5. А если вот так мы берём, уберём, то уже её практически и... И не видно, тем более это в лампе мы смотрим. А на улице, на серебре, на снежке это будет не видно. Ну, всё равно доделывать я буду. Я просто решил себе, ну, как бы, этот, так сказать, учебный процесс. Век живи, век учись, да? Так говорится. Вот. И поэтому, поэтому я так делаю. У меня люфт практически... Вот он он. Вот у меня люфт. Вот он, какой люфт. То есть, можно натянуть сильно. Только ты дотрагиваешься до ручек, и уже идёт тяга. А я, чтобы как можно меньше было. То есть, наоборот, винт отпускаю, и вот эта часть подаётся вниз. Чтобы люфт был как можно больше, а тело как можно слабее. То есть, тут минимальный, так сказать, дефект. Надо аккуратно тащить вверх. Ну, кто, как говорится, кому хочет понять, тот понял. Может, несколько сумбурно объясняю. Короче говоря, надо перетягивать вмятины. Лучше дам два-три раза приклеиться, почти её дёрнуть, чем один раз перетянуть. Ну, условно, пока что-нибудь вот такое вот сделать, и потом это завязать. Это никому не надо. Ну, вот, собственно, я изготовил мысель. Ну, вот там подвыправилось. Здесь, конечно, вот усилитель вот так ввален. Снутри как бы немножко некрасиво получилось. Но, как я вижу, довольно аккуратно. Вот теперь, что у нас пошла стоечка. Сейчас я потише включу, как можно тише. Вот, чтобы было виднее. Ну, и на стоечке тут вот были у нас вмятинки. Вот, вот этот чай. Ну, будем тут клеиться. Почему? Потому что неудачно не залазят вот эти ножевидные крючки. Как бы тут контрация такая, что неудобно очень. Вот, до сюда ещё как, до рубца залазило. А там не хочет. Ну, не хочет и не надо. У нас есть клей, клеевая, ну, и так далее. Будем работать. Ну, вот, потихонечку, потихонечку досюда удалось сделать. Дальше как бы уже следующий будет сюжет. Вот так потихоньку, шаг за шагом, вот, очищается. Здесь потол, потом здесь, уже досюда, вот, почистил. Вот уже где только начинаются. Вот, две вмятины. То есть потихоньку даемся вперёд. Вот. Не очень быстро, конечно, это происходит. Попробуйной раз приходится приклеиваться. Ни раз, два, ни три. Вот. Я стараюсь не перетять. Не всегда металл выдёргивается так, как хотелось бы. Поэтому время идёт, ну, и работа идёт. Очередной момент работы. Вот. Работаем только клеевой. Вот. Но опять я покажу. Здесь нехорошо как бы работать. Но потихоньку, на маленьких, как говорится, моментах, чтобы не намять этими ногами вмятин, работать можно аккуратно. Опять же, я повторюсь. Здесь настройка такая, чтобы, как вы видите, был большой люфт. Вот. Чтобы был большой люфт. И не вытягивал сильных я. Вот. Как мы видим, что тут нам надо даже ещё подтягивать. Поэтому я потихоньку, 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 потихоньку работаю. Ну, так сказать, набираюсь опыта работы с минилимом. То есть, чтобы не перетягивать. Потихонечку уже добираемся до средней стойки. Вот. Клей работает, работает. Когда хорошо, когда не очень, когда вообще отвратительно. Ну, что сделать. Не всегда получает красиво и хорошо с одного раза. А точнее, никогда не получает. Просто с какой-то вмятиной меньше провозишься. С какой-то больше. Тут, как говорится, одного рецепта на все случаи жизни нет. Но, тем не менее, работа движется. Вот. Тут уже мало осталось вмятин. На этой стороне на 9 дней я закончу. В подтверждение слова о том, что не всегда и не все делается. И как бы не очень хорошо делается. Вот она вмятина. Вроде ерундика. Да, была тут она большая. Она была размером вот таким. Но факт тот, что вот середина не хочет выходить. И все. Вот такая вот фигня. Ну, что, сделаю небольшой перерывчик. Вот. И потом продолжу. Делать-то надо. Ну, что ж. Лучший враг хорошего. Вот. Доигрался. Вот. Получилось. Нехорошая вещь. Видернул. Маленький-маленький кусочек. Вот. Нянчился, нянчился. И, к сожалению, вот. Не разгибалась эта хрень. Это вот это вот противное место. Как раз вот на середине между стойкой. Долго я с ней нянчился. И под конец вот что получилось. Ну, скажем. Зато я ее выдернул. Вот. Ну, зато я ее и навредил. Поэтому еще раз говорю ребятам. Бойтесь. Лучше враг хорошего. Значит, ВТ, конечно, не такой большой уж тут и дефект. Но лучше ее было не доразогнуть. БЫП. Вот. Чем я вот сделал. Ну, видно. Точечку. Конечно, я ее затампую. Ну, все равно уже как бы не есть хорошо. Работа на этой стороне близится к завершению. Осталось пару вмятин. Вот. Одна, вторая. Вот. И здесь еще небольшой, так сказать, ударчик. О, тут три вмятинки. Вот так. Тынь-тынь-тынь. Ну, это мы увидим потом. Вот. Ну, пять штучек осталось. Потихоньку, потихоньку работа движется к финишу. Ну, что ж. Тут недоделка одна осталась. Я высмотрел сейчас. Пропустил ее. И вот еще один. И все. Вот так вот. Вот она видна. Ага. Вот она видна. И здесь маленький кусочек. Ну, что ж. Вот. Смотрим. Здесь же финиш. А вот тут еще надо вот это место сейчас сделать. И вот еще блик есть небольшой. Ну, что ж. Когда-то все начинается и когда-то все заканчивается. Вот. Эта часть была сделана. Единственное, конечно, жалко. Вот. Косячок получил. Ну, что делать. Вот, честно говоря, не особо-то и заметно на машине. Вот. Я-то вижу, конечно, знаю. А так. Ну, что делать. Придется подзакапать чуть-чуть. Вот. И все. И можно переходить. У нас есть теперь вторая сторона. Какая она тут вся красивая. Вот. Здесь больше вмятин почему-то. По моей статистике обычно, конечно, вмятины более подвержена левая сторона. Ну, у меня так попасть. Вот здесь у нас 75 штук будет их. Вот. Это не быстро будет. Ну, частично отсюда можно сработать. Но остальное придется делать клеем. Такие вот пирожки. Ну, вот. Здесь вот вмятинка была. Уже нету. Потихоньку протаем. Все тоже и все те же. Ну, здесь я пока решил поработать вот таким вот обратным молоточком. Вот. Смотрим, как будет дальше. Ну, вот. Дошел до верха. Вот оно место в районе стекла. Слегка подуставшее. Там чуть меньше. Дальше будет. Вот так вот. Сейчас будем делать. Не забываем разметку, чтобы попадать ровно туда, куда вам надо. Вот так вот. Потихонечку подразмяли все. Были тут. Переходим дальше. вот сюда. Вот. Ну, что ж. Уже наигрался. На сегодня хватит. Да. До средины сделал. Вот она. Следующая вмятина начинается. Уже, как бы, ела сделать все вот это вот. К сожалению, как бы, не так весело и быстро вот эти все вмятины делали, как хотелось бы. Ну, тут, я надеюсь, вот до этого места, до лючка как-нибудь довольно легко будет вот это вот сделать. Потому что доступ тут. Вот он есть. Поставить поперечинку сюда. Так же, как вот здесь я поставил. Ну, упор для лючка. Вот. И работать. А уже дальше, дальше, как бы, скучноватенько получается. Ну, что делать? Делать нечего. Ладно, хорошо сегодня. Пусть отдыхает. Ну, что же. Вот можно уже, как говорится, посмотреть. у нас вот откуда начинается. Вот отсюда. Здесь уже все повышло. Здесь все сделано. начинается. работа. Сюда крючочек уже мой не застает. не обидно. это было. Вот. И приходится уже работать клеем. Всю вот эту красоту выклеиваться, дергиваться. Конечно, крючком это намного чище, аккуратнее и быстрее. но, но, к сожалению, другого варианта у меня нету. Продолжается эпопея. так что, вот отсюда, от кромки стекла и сюда еще вот эту часть надо доделать. Ну и здесь большие еще грехи и шероховатости остались. Вот они. Я снимаю их в отраженке. Вот. Как бы не так страшно, но все равно надо доделать. Еще в гараже температура не набралась нужная, поэтому не очень эффектно работает. Я поэтому не тороплюсь. Ну и естественно прогревание фена помогает. Но когда сам автомобиль нагревает, до нормальной температуры и помещение хорошо прогрето, это гораздо лучше, чем работать в холоде и греть это место феном. Очередной этапчик наш. Вот такая вот красотень. И сверху, и снизу тоже. Продолжаем работу. а что делать? Ну, с другой стороны потихоньку справляюсь. Вот видите, уже поклеил. На две боковины два этих ушло, клеевых стерей. Вроде мелочь, а это уже вот трейд такой выкидываю. Вот, это говорит о том, что либо работать не умею, либо это не просто так. вот такой вот участочек и тут еще не все. Вот градик у нас поливал. Удивительно просто вот сколько занимаюсь градом и не перестаю удивляться, что даже вот на таких поверхностях проски вот уже не горизонтальных и тоже бьет и бьет неплохо. Вот так вот поработал чуть в той лампе, работаю этой. То есть периодически меняю лампочки. Вот глаза устают, замыливаются от одного освещения. Вот там белый стоял, здесь лимончик ставил. Вот и как бы лучше видно все дефекты. и площадь освещения больше. Вот осталось три ямочки у нас. Вот надо их доделывать и та боковина сделана и это как бы тоже вот почти почти доделана. Ну те две сдались, а эта вот не хочет уже пару раз я ее обстукивал и дергаю. она попризничает. ничего. Все равно потихо. Так что вот такие дела. К финишу ее боковинка. Понятно, что где-то какие-то мелочи остались сейчас. Кстати, на улице холодно, выгнать там, подефектовать, еще посмотреть на улице не получится. Вот, ну ничего страшного. В конце концов можно потом потеплее, вот, выделить какой-то денек и там смотреть на нее и подефектовать, доделать там 2, 3, 5, 10 мятин. На таком немалом количестве все равно какие-то нюансы останутся. Хочешь ты того или нет. Присыпала плотно машина. Клей остывает, пора дергать. Ну, вот, сколько мог, побегал я там, подефектовал. Сюда вот, все, в принципе, менее ничего. Вот, ну, к сожалению, снять криво у меня не получится. Все тут засвечивается в этом. Ну, когда вмятины есть, их видно. Вот, следующим номером вот эта деталь. Я хочу с нее начать. Меточки поставил, чтобы потом поставить. Почему? Потому, что крутенье кузовщина стоит не идеально ровно, красиво. Зазоры везде разные. Вот здесь зазор один. Здесь зазор мы видим второй. То есть, если здесь там 2 мм, то здесь мемов 6. Вот, если здесь то же самое, миллиметров 5,5,6, здесь то же самое. Вот. И чтобы себя не мучить, вот, я специально делаю вот такие вот меточки. На четырех штуках ты не ошибешься. Во-первых, вот, раз метка, метка, и вот еще линия. Вот, закрываешь линейкой. И все. Хотя, в принципе, можно было это не чертить. Вот линия. Видно, если она падает. Ну, я еще, так сказать, для большей, для близи, так сказать, еще рисую эти. Почему? Потому что, ну, вот, мы видим, несоответственно. Вот, но это завод. Если бы были здесь самоцентрующиеся баллы, как вот на колесах мы прикручиваем, никаких бы проблем. Но я сделал один винтик и увидел, что, увы, тут не вот. А потом надо будет еще, кстати, доделать вот здесь. Я думаю, когда капот снимется, сюда появится доступ какой-то, может быть. И вот будет больше возможностей, когда капота не будет. Он тут не сильно открывается, поэтому вот таким образом. Вот, может, сюда долезть надо будет. С крыльями тут как бы есть над чем поработать. Крыльям тоже вот досталось. Еще крылья начнешь тут дефектовать, тут тоже еще ни одну недверь не получится увидеть. Вот. Так что вот такие дела. Вот, с боковинами я, можно сказать, закончил. Где-то удачно, где-то неудачно. Вот, я выдернул красочку. на мони. Ну, что делать. Противная вмятина была. Так что вот так вот. Не все так гладко и красиво получается, как хотелось бы. Но, тем не, работа идет.